Свалки это не единственная проблема, которая решается. Речь сейчас идет о бездомных. Тебе не открылась богодельна, которую строили 4 года. В отличие от ночлежки, там оказывают медпомощь даже бездомным с тяжелыми заболеваниями. Одно но. Уделить внимание всем нет возможности. Количество мест в стационаре ограничено. Наши коллеги подробнее. Ее рабочий день, как и у многих, начинается в 8 часов утра. Только Анне в одиночку нужно сварить 50 литров каши, испечь маники и нарезать овощи. Это обед для бездомных и малоимущих. Но если раньше он состоял из 250 порций, то теперь готовят всего 60. Многие умирают, к сожалению, приходят. Наши прихожане говорят, что вот тот-то умер наш дружочек, тот-то. Уже готовый обед Анна раздает у железнодорожного вокзала. Ежедневно, ровно в час за каши приходят те, кому она не по карману. Иногда с очередной порцией Игорю Хохрину перепадают и лекарства. Заболеть на улице проще простого. Туберкулез, воспаление, как правило, то есть пневмония. Бронхит. Теперь все бездомные могут получить медпомощь, даже не имея документов. Ее начали оказывать в богодельни. Василий Муравленков – один из первых пациентов. Он недавно перенес операцию на желудке. Перед осмотром врача его помыли, подстригли и предложили переодеться в новое. Такому сервису мужчина удивлен. Ну ладно, тебе привезут, увидят, берут, тебе там что-то первое необходимое, что-то окажут. И гуляй опять, все там зашли, подзашли. И все мне говорят, я отправлюсь опять, куда хочешь, туда иди. А здесь своеобразный стационар, а точнее замена амбулаторного лечения. После перенесенной операции пациент с документами или без находится в больнице определенный срок. А дальше необходимо уже выписать на амбулаторное лечение. А у них какое амбулаторное лечение? В землянку по месту жительства. Мы один раз с такой записью столкнулись. И вот, чтобы вот этот, с одной стороны, у врача, который выписывает, а он должен выписать, он не имеет права дольше держать, да? Вот, внутренний конфликт, а куда он его выпишет? Поэтому сейчас вот мы эту проблему закроем. Принимать будут с онкологией тех, кто перенес ампутацию, и не только. Единственное исключение – туберкулез. С таким заболеванием не возьмут, потому что пространство ограничено. Всего 20 мест. Но и после окончания курса лечения эти пациенты на улицу не вернутся. Их устроят в дома-интернаты.